Здравствуйте! В эфире информационная программа День города. С вами Анна Герцовская. Сейчас мои коллеги-репортеры телекомпании «Город» познакомят вас с новостями нашего региона. Смотрите в этом выпуске. Рейс отменен. Водитель рязанской маршрутки умер на работе за рулем. Чему не научат в школах? О том, куда могут отправиться дети во внеурочное время. Дороги не будет. Такой вердикт получили в ответ на свою проблему жители деревни Шевердиновка. В Рязани участились случаи, когда безопасность пассажиров в общественном транспорте оказывается под угрозой. Региональная власть обратила внимание на городской транспорт, который находится в плачевном состоянии. Будет ли решаться вопрос об улучшении качества оказания этих услуг? А главное, как скоро власти предпримут необходимые меры, пока остается загадкой. Вчера состоялось очередное заседание регионального правительства, на котором Олег Ковалев поручил усилить контроль за выходящим в рейс маршрутным транспортом. На прошлой неделе в Рязани произошел инцидент, который и привлек внимание регионального руководства к этому вопросу. На остановке у Политаевского рынка дотла сгорела маршрутка. Провести тщательную проверку всех этих технического состояния. Проверить, как владельцы обеспечивают транспортные средства средствами пожаротушения. Исправность аварийных выходов. Проверить квалификацию водителей. В целом принять все меры для того, чтобы владельцы транспортных средств навели порядок там, где есть нарушения. Устранили эти нарушения и выпускали в рейсы транспорт только в исправном состоянии. Само собой, говорить о необходимости тщательной проверки выходящего в рейс общественного транспорта говорить не стоит. Это факт. Зато о проверке физического состояния самих водителей лишним напомнить не будет. Сегодня утром на улице Юбилейной в Рязани за рулем маршрутки умер водитель. По предварительным данным, причиной смерти стала остановка сердца. В момент происшествия пассажиров в салоне не было. Ежедневно перед выездом состояние водителей проверяют медработники. При этом нередко сами перевозчики пренебрегают элементарными правилами безопасности и выезжают в рейс сразу из дома. Согласитесь, многие из вас видели припаркованные на ночь маршрутки возле многоэтажек. Логика простая. Выехал пораньше, попал в час пик, заработал побольше денег. Стоит ли оно того? Само собой, далеко не в каждом случае представляется возможным выявить серьезные проблемы со здоровьем, просто померив температуру и давление. Но когда твоя профессия подразумевает ответственность за жизнь и здоровье людей, стоит прислушиваться к своему состоянию и относиться к здоровью. И профилактике более щепетильно. В эти оставшиеся дни лета молодые рязанцы начинают постепенно приезжать в город. Школьники готовятся к предстоящему учебному году. Родители заботятся о том, чтобы все принадлежности для обучения детей были куплены вовремя. А городские власти проводят подготовительные мероприятия в школах и учреждениях дополнительного образования. Последние, в свою очередь, являются очень востребованными среди горожан. О том, какие направления среди юных рязанцев пользуются наибольшей популярностью во внеурочное время, в следующем материале. Образовательные программы, реквизит, техническое оснащение все так и ждет наступления 1 сентября. Дополнительное образование является очень востребованным в нашем регионе и развивается на достойном уровне. Если учесть, что в школах города Рязани будет обучаться на 1 сентября более 48 тысяч, то более 21 тысячи посещают дополнительное образование. То есть практически 50%. Другие дети выбирают для себя занятия спортом, а также посещают учреждения культуры. Что касается дополнительного образования, в Рязани существует 17 учреждений, где юные горожане могут посещать различного рода кружки и секции. В некоторых из них ведется подготовка детей с самого раннего возраста. Например, как в Центре детского творчества «Феникс». Учреждение действует с 83 года. В нашем учреждении занимается на сегодняшний момент 1584 ребенка. И возрастная категория, если мы говорим про образовательные услуги, то это от 5 до 18 лет. Помимо этого в учреждении реализуются и другие программы, развивающие циклы, реализуются социально значимые проекты. И в этом случае мы задействуем другой контингент детей более младшего возраста и более старшего возраста. В этом Центре действуют 134 программы различной направленности. Основной популярностью пользуется социально-педагогическая и художественно-эстетическая программы. Среди дошкольников наиболее актуальной в наше время является служба социально-психологического сопровождения. Это психологи, логопеды, социальные педагоги для раннего возраста. Для более старших детей более 10 лет действует городской штаб школьного актива. И два года существует мощное подразделение – Центр развития социальной активности молодежи «Потенциал». Эти дети проводят различные социальные акции. Принимают участие в множестве мероприятий, организованных, например, администрацией города и министерством образования. Честно вам скажу, что несколько наших выпускников, кстати, городского штаба школьного актива работают у нас в администрации города Рязани. Вообще наш коллектив очень любит оставлять еще себе, не только продвигать людей, может быть, во власть, да, или занимать потом какие-то определенные посты в руководстве нашего города, но также еще оставляем себе. Поэтому львиная доля педагогов нашего коллектива, а, собственно говоря, у нас 43 человека работают на базе нашего учреждения – это наши бывшие воспитанники. К слову сказать, в подобного рода центрах существуют и курсы для родителей, где они могут получить знания, которые помогут в воспитании детей и в общении с ними. В Рязани в последнее время открылись еще некоторые возможности для детей, которые раньше были недоступны. Из Нового, буквально в канун Нового года было открыто отделение при Центре детского творчества, при Окске для детей с ограниченной возможностью здоровья. Поэтому продолжаем заниматься этим вопросом и по трем направлениям будут открыты кружки именно вот в этом центре. Также мы продолжаем заниматься техническим творчеством. У нас представлены кружки робототехники. Это в мечте, в стрекозе и на станции юных техников. Так что от макраме, танцев и до робототехники. Юным рязанцам будет чем заняться помимо школьных уроков. Главное, чтобы они определились со своими желаниями и планами на дальнейшую жизнь. Не так давно наша программа осветила проблему подъезда к деревне Шевердиновка, которая находится в Рязанском районе. Местные жители обеспокоены состоянием автодороги, особенно в период дождей. Они переживают, что к их домам не могут проехать экстренные службы. В некоторые дни люди и сами не могут выбраться из деревни в город. Эта история получила свое продолжение, не совсем приятное для жителей Шевердиновки. Неделю назад мы показывали сюжет про деревню Шевердиновку. Местные жители обратились в нашу телекомпанию со своей проблемой. Они находятся в безвыходном положении, в прямом смысле этого слова. Эта дорога, если ее можно так назвать, является единственной возможностью добраться до населенного пункта. И если раньше грунтовый проезд восстанавливали своими силами, заделывая строительным мусором ямы и лужи, то сегодня после ее полного разрушения сделать это уже не представляется возможным. Неизвестный фермер просто распахал и уничтожил существующую дорогу. И теперь сюда проехать сможет лишь он на своем тракторе. Проезда в деревню никогда не было. Было как-то проедешь там. Сейчас чуть дождик, все уже по передней прибыли на Калини я не могу проехать. Дорог нет у нас. Ни туда, ни сюда, никуда. Ни на чем не проехать. И не пройти даже. На электричку идешь прям. Сейчас вот опахали. Тут травка была у нас, не пахали ее. Ходили по травке. Дождь прошел, хуже ползком ползи. Мы здесь намерены жить постоянно. Мы построили здесь дом. У нас здесь есть земля. Мы можем даже здесь открыть малое предпринимательство. То есть деревня развивается. Мы и наши дети намерены здесь жить. А это отношение показывает, как будто нас здесь нет. И действительно, эта девушка права. На запрос по поводу строительства автомобильной дороги Министерство транспорта ответило отрицательно. В этой деревне официально зарегистрировано 5 человек. А значит, строить сюда дорогу нет смысла. На самом деле, местные жители будут рады и своей родной грунтовой дороге. Выровненной и расширенной. Не более того. Тем не менее, глава района Наталья Жунева на отправленный ей запрос давать комментарий отказалась. Отношения местной власти налицо. Жители собрали подписи и подготовили запрос в прокуратуру и другие вышестоящие инстанции. По поводу того, что их проблему местная власть даже не рассматривает. Мы, в свою очередь, продолжим наблюдать за ситуацией, которая складывается по дороге в эту деревню. Тем более, что уже в ближайшие дни пойдут дожди. И люди вновь окажутся заложниками безответственного поступка фермера и равнодушного отношения власти. Бдительные граждане Рязани помогли полиции пресечь незаконное произрастание конопли. Часто это растение бывает обнаружено за чертой города. На этот раз трава с содержанием наркотических веществ обосновалась практически в центре города, на улице Грибоедова. Подробнее обо всем в следующем материале. Полицейские не сразу нашли дикорастущую коноплю на заброшенном пустыре. Кто-то очень постарался, чтобы ее спрятать, если не брать в расчет то, что она росла самостоятельно. Так или иначе, каннабис был скошен. В отдел полиции номер один в Советском районе поступило сообщение от граждан о том, что на улице Грибоедова произрастает дикорастущая конопля. Сотрудниками полиции был незамедлительно осуществлен выезд на данное место. Место было осмотрено. Действительно, на данном участке произошла дикорастущая конопля. Сотрудниками полиции были приняты к уничтожению данного растения. Особщили об этом лизанской полиции бдительные граждане, которые сфотографировали дикорастущую дурман траву. Хотелось бы выразить славу и благодарность гражданам города Рязани за оказанное им содействие. И пусть в этот раз полиции был уничтожен небольшой объем наркотического растения, это может говорить о том, что в нашем городе дикорастущие конопли с каждым годом становятся все меньше и меньше. И бдительные граждане поспособствуют этому. В четверг рязанцев ожидает резкая перемена погоды. Уже завтра на улице похолодает, усилится ветер, также ожидаются дожди и грозы. Столбик термометра опустится сразу до 18 градусов. Горожанам придется вновь накинуть куртки и запасить зонтиками, чтобы дождь не застал их врасплох. К другим темам. Торговый центр «Зельгроз» в Рязани, который за время своей работы зарекомендовал себя как один из лучших в городе, представляет собой международную сеть торговых центров. Широкий ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров по выгодным оптовым ценам пользуется спросом как в России, так и в Германии, Польше, Румынии. На сегодняшний день в России работает 8 магазинов, и за 4 года планируется удвоить их количество. Об этом заявил генеральный директор сети в России Михаэль Цепфель в рамках пресс-конференции в Рязанском «Зельгроз». Оказаться в «Зельгрозе» и уйти без покупок невозможно. Тысячи полок с разнообразным ассортиментом, а именно 40 тысяч наименований товаров, соответствуют требованиям самого взыскательного покупателя. Наряду с известными интернациональными марками «Зельгроз» придает большое значение ассортименту местных товаров, которые популярны у рязанцев. Но прежде чем попасть на полку, товар поступает сюда. В отдел приемки. Здесь специалисты проводят тщательную проверку, взвешивают, осматривают и оценивают его качество и безопасность. Всю мясную и рыбную продукцию также проверяют здесь. Она проходит жесткий контроль врачами-ветеринарами. Два ветеринарных врача, которые каждый день присутствуют в нашем торговом центре. И вся мясная продукция, мясная, рыбная, вся скоропортящаяся продукция проходит жесткий контроль с встроенной. Такие жесткие условия контроля играют важнейшую роль в работе торгового центра. Особое значение придает отделам свежих продуктов. Благодаря современным технологиям хранения и торговли, покупатели всегда здесь могут купить продукты высокого качества. Например, рыбный отдел может порадовать самого изысканного покупателя самой свежей рыбой в большом ассортименте. В отделе свежих мясных продуктов опытные сотрудники, консультируют и даже разделывают мясо в соответствии с пожеланиями клиента. Кроме того, здесь можно найти деликатесы собственного производства. Что касается нашего покупателя, это в первую очередь также конечный покупатель. Это человек, который приходит в магазин и знает, что ему нужно. Также мы ориентированы на профессиональных клиентов. В связи с этим у нас есть сервис доставки для профессиональных клиентов. Дилигросс Кэш-энд-Кэр является идеальным партнером для клиентов, работающих в сфере общественного питания, гостиничного и ресторанного бизнеса, а также розничной торговли. Оптимальное соотношение цены и качества и ориентация на растущие потребности бизнеса является залогом успешного сотрудничества гипермаркета с покупателем. Я считаю, что нас отличает подход к качеству обслуживания наших клиентов. Это самое главное. Если клиент видит, что его радость здесь видит, что он получает несколько больше, чем просто товар, который он купил, я думаю, это влияет и влияет очень сильно на клиента. Философия «Зельгросс» отражается и на критериях выбора поставщиков. Если производителями товара не учитываются строгие стандарты качества, то он не попадет на полки торгового центра. Это все новости, которые мы приготовили для вас на сегодня. Мы будем и дальше следить за развитием событий, чтобы вы оставались в курсе происходящего в нашем регионе. Я с вами прощаюсь и желаю вам хорошего настроения, успешной работы и приятного летнего отдыха. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова